Необычную акцию провели сегодня учащиеся 146-й казанской школы. Родители и дети принесли старые резиновые покрышки. Все для того, чтобы сделать дорожки на детской площадке. Впоследствии резина будет переработана в крошку, из которой выстелят новое дорожное полотно. Андрей Трофимов об инициативе. С раннего утра на территорию школы участники акции привозили огромное количество старых покрышек. Кто-то снимал утраченную резину с колес собственного автомобиля. Некоторые собирали покрышки в ближайших пунктах шиномонтажа. Инициаторами акции стали второклассники. Они же рассчитали, сколько шин нужно переработать для того, чтобы покрыть асфальт резиновой крошкой. Мы гуляли, мы побежали, я упала. И подумала, что коленка содрала. Но коленка оказалась... ...деберзимой. Деберзимой. Ну, я посмотрела на это покрытие и задумалась, из чего его делают, чтобы... ...из чего его делают. Мы проводим экологические уроки экологического направленности. Благодаря именно воспитанию, экологическая культура детей, она повышается. И сегодня уже можно увидеть плоды нашей работы. Это раздельный сбор покрышек. Также в данной школе организовано место сбора батареек, макулатуры, ну и других материалов, которые можно использовать в вторичном среде. Всего же школьникам необходимо собрать 300 покрышек. Такого количества будет достаточно для нового дорожного полотна на детской площадке, говорит руководитель перерабатывающего завода. Резиновая крошка будет готова к середине мая. Если колеса не утилизировать вовремя, то, по сути дела, мы забьем этими колесами все овраги, все свалки. Колеса должны собираться отдельно, раздельно. То есть их на свалках хранить нельзя. Из одной резиновой покрышки, которая отработала свой срок, а сейчас уже никому не нужна, она была выброшена на свалку своим хозяином, получается примерно 3 килограмма резиновой крошки. А это, по словам самих школьников, примерно 1 квадратный метр резинового покрытия в их школьном дворе. Сегодня собранные покрышки отправили в Тюличинский район, где собственный расположен завод при переработке вторсырья. И уже в ближайшее время на детской площадке появится новое мягкое покрытие. Андрей Трофимов, Максим Малов, Телеканал Эфир. Субтитры создавал DimaTorzok